После кризиса 2014-2015 годов рынок труда в России начинает оживать. Таковы результаты недавнего исследования компании HeadHunter. О последних тенденциях в этой сфере говорим сегодня с руководителем пресс-службы портала по поиску работы HeadHunter Еланой Таращук. Елан, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом исследовании, что позволяет делать вот такие выводы? Тут, конечно, когда мы говорим в исследованиях о том, что рынок труда оживает, видим какую-то положительную динамику, мы, во-первых, отталкиваемся от количества резюме и вакансий, именно их роста. Когда рынок более или менее стабилен, число вакансий соискателей растет, но нет таких резких скачков, как мы это наблюдаем во время каких-либо резких экономических изменений. При этом число вакансий, тут не секрет, конец 2015 года, например, мы в Новосибирске видели, что их стало меньше. Работодатели некоторые прикрыли проекты, некоторые заморозили до лучших времен, то с середины прошлого года мы видели, что вакансий становится больше. И вот если сейчас посмотреть данные по январю, динамика тоже положительная. Это по отношению к 2016 году плюс 7% в Новосибирске. С чем вы это связываете? Во-первых, конечно, это связано с тем, что все уже и компании, и вообще люди привыкли жить в новой реальности. И, соответственно, если привыкли жить, уже как-то, не знаю, смирились, может быть, некоторые компании начали открывать новые проекты, для которых, конечно же, нужны сотрудники, и именно их начинают искать. Если говорить о соседних городах Томск, Омск, Кемерово, там ситуация похожая или есть какие-то различия? Ситуация похожая, потому что и рынки в Сибири, они развиваются достаточно параллельно. Обычно на какие-либо изменения, как положительные, так и отрицательные, Новосибирск реагирует одним из первых, потом по цепочке эту тенденцию подхватывают другие города. То есть динамика, если она есть положительная, то она и в Новосибирске, и в других городах. Отрицательная она тоже будет и в других городах, но, может быть, на следующий месяц, иногда через два месяца. Вот если о региональном рынке говорить, то насколько жители соседних городов, сибирских, готовы сегодня переезжать в поисках лучшего места работы, там, не знаю, из Кемерово в Новосибирск, или, может быть, наоборот, из Новосибирска в какой-то другой город соседний? Тут хочется отметить, что сибиряки, в принципе, достаточно активно рассматривают возможности переезда в другие регионы. Ну, тут не секрет, что это во многом связано еще с суровым климатом. Кто-то, может быть, хотел бы перебраться, где потеплее. В среднем по сибирским городам 30% соискателей отмечают при создании резюме о том, что они готовы рассматривать предложения из других городов, готовы к переезду. Но в разных городах тоже по-разному. Например, лидер среди городов Сибири – это Омск, где 45% соискателей готовы рассматривать такие предложения. Если нам посмотреть, какие города и регионы наиболее привлекательны, тут, конечно, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, европейской части, привлекательной Сочи. А если смотреть и сибирских, то соискатели часто называют Новосибирск, как один из привлекательных городов, но тут тоже понятно, что это связано. Город большой, много рабочих мест, и просто выбор предложений работодателей достаточно широкий. Если говорить о перспективе, то можно ли какие-то хотя бы приблизительные прогнозы на ближайшее время строить, как будет складываться ситуация, сохранится ли вот эта благоприятная тенденция, или не стоит тут ждать пока каких-то серьезных изменений? Вы знаете, действительно положительная тенденция есть на рынке, персонал набирают, в компании появляются новые предложения, это, конечно, положительная тенденция. При этом стоит отметить, что компании достаточно увеличили внимание к кандидату, то есть более внимательно подходят к подбору персонала, потому что все-таки подбор персонала, введение сотрудников в должность – это траты компании. То есть таким образом оптимизируют персонал, оптимизируют собственные затраты, стараются делать минимальное количество ошибок уже на этом этапе. Очень многие проводят оценку персонала, то есть выявляя, может быть, какие-то или слабые места сотрудников, даже не слабое именно звено, а те компетенции, которые стоит подтянуть, и то есть обучая, и вот таким образом подтягивая до нужного уровня. Эти тенденции в ближайший год, они наверняка сохранятся, а там уже, конечно, будем смотреть, как будет развиваться рынок. Спасибо. Я напомню, сегодня гостем нашей студии была руководитель пресс-службы портала по поиску работы HeadHunter Елан Тарасчук.